Добрый день, дорогие друзья! У нас с вами шестая лекция и мы сегодня поговорим с вами о загрязнении биосферы тяжелыми металлами. Сегодня мы узнаем критерии отнесения элементов к тяжелым металлам, поговорим о том, какие металлы относятся к токсичным и незаменимым для организма, точнее поговорим о том, какие концентрации каких металлов будут более токсичны, поговорим о способах оценки содержания тяжелых металлов в окружающей среде, о показателях состояния загрязненных почв, немножко коснемся вопросов трансформации тяжелых металлов в почве и способов оценки почвы от тяжелых металлов. Итак, давайте начинать. Какие же металлы называют тяжелыми? Казалось бы, каждый из нас с вами слышит это название чуть ли не из любого источника информации. И, казалось бы, мы с вами знаем, кто такие тяжелые металлы. А вот на самом деле каждый автор использует свой термин, поскольку существует порядка десяти классификаций, какие металлы называть тяжелыми. Мы с вами коснемся некоторых из них. Соответственно, тяжелые металлы, это все, первый вариант, это все металлы, кроме щелочных и щелочноземельных. Первый вариант трактовки понимания тяжелых металлов. Второй вариант классификации, те химические элементы, масса атомов которых больше, чем 50 атомных единиц массы. Соответственно, химические элементы, плотность которых больше 4,5 грамм на сантиметр в кубе, химические элементы, плотность которых больше, чем 8 грамм на сантиметр в кубе, либо цветные металлы, кроме благородных. Это ряд подходов, ряд списков. И здесь вы видите, в некоторых случаях могут быть подходы, которые отсылают нас к тому, что масса, атомная масса может быть больше 56. И тогда железо у нас не будет включено в этот список. Либо, если мы говорим о том, что у нас с вами, тогда у нас не попадут в список загрязнителей ванадий и хром. Но в общем и целом, чаще всего к тяжелым металлам будут относиться следующие металлы. Ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк и ряд других. Прежде всего, это кадми, ртуть и свинец. Помимо металлов, зачастую в этом списке называют металлы и металлоиды, такие как мышьяк, селен. И здесь мы должны понимать, что эти металлы корректнее, если мы говорим с вами тяжелые металлы, например, загрязнение почвы, тяжелыми металлами и мышьяком. Потому что мышьяк не металл, но его зачастую включают в список 8 тяжелых металлов и мышьяк. Это те списки, которые являются наиболее популярными. Среди этих элементов, как мы с вами понимаем, встречаются те элементы, которые оказывают положительное влияние на организмы, на живые организмы. И эти элементы будут называться биофильными, биофильными зачастую микроэлементами. Давайте разграничим понятие микроэлементы и биофильные элементы. Микроэлементы это химические элементы, которые присутствуют в природных средах в малых количествах. Это 10 минус 3, 10 минус 6 процента или около того. Многие микроэлементы, они являются незаменимыми, они необходимы для существования живых организмов, поскольку входят в состав ферментов, они являются обязательными. Биофильные элементы это химические элементы, которые постоянно входят в состав организмов, они необходимы им для обеспечения нормальной жизнедеятельности. То есть не все элементы являются биофильными, не все микроэлементы являются биофильными, есть биофильные микроэлементы. Соответственно, среди тяжелых металлов часто мы можем встретить биофильные микроэлементы. В общем и целом установлена прямая связь между содержанием в окружающей среде и микроэлементами, содержанием в окружающей среде микроэлементами и важнейшими процессами в растениях. То есть если отсутствуют эти важные микроэлементы в окружающей среде, то в данном случае процессы фотосинтеза, белковый обмен, ростовые процессы, устойчивость к болезням и ряд других процессов будет ухудшаться. То есть мы говорим о том, что данные вещества, они необходимы организму, в том числе и растению. Такой же список можно привести и для человека. Причины нарушения функционирования живых организмов, которые обусловлены содержанием химических элементов в окружающей среде, условно можно разделить на три такие большие группы. Первый дефицит микроэлементов. Мало микроэлементов, как мы только что сказали, многие из них являются незаменимыми и может наблюдаться негативный эффект. Повышенное содержание микроэлементов или тяжелых металлов является негативным фактором и это будет сказываться на состоянии здоровья любого живого организма. А также нарушение оптимального соотношения микроэлементов. То есть кого-то слишком много, какого-то слишком мало или они не в оптимальном количестве находятся на текущий момент развития организма. То есть в какой-то момент необходимо больше, в какой-то меньше и это важно учитывать. Поэтому в общем и целом схема действия экологических факторов на живые организмы укладывается в уже знакомую вам такую куполообразную кривую, где по центру будет находиться зона оптима, оптимума, зона нормальной жизнедеятельности нашего организма. А веточки, как правая веточка, так и левая веточка этой куполообразной кривой, она будет говорить о зонах пессимума, там где будет наблюдаться подавление этого организма и нормальное функционирование будет ограничено. Если мы говорим с вами о тех элементах, которые одновременно относятся к элементам питания и одновременно являются загрязнителями, то нам следует отметить очень важный факт, что для большинства элементы граница, серединная граница обеспеченности, ну например почв, этими элементами, то есть богатство почвы этими элементами будет граничить с верхней границей предельно допустимых концентраций данного элемента в почве. То есть мы с вами вспоминаем о санитарно-гигиеническом нормировании и понимаем, что элементы с одной стороны нужны нам для нормального функционирования, с другой стороны они могут оказывать негативный эффект при увеличении их содержания в среде. Так чем же они опасны, тяжелые металлы? Что будет плохого в том, что их количество превысит ПДК. Есть масса реакций, в которых те тяжелые металлы, которые участвуют в различных физиологических процессах, они начинают влиять негативно. Это и изменение проницаемости клеточных мембран, это и реакции теольных групп с катионами, которые выводят их из реакционной смеси, это и конкуренция с жизненно важными метаболитами, конкуренция их за те обменные позиции, например. Это и большое сродство к фосфатным группам и активным центрам, и в таком случае тяжелые металлы, они могут выводить эти группы из их нормального функционирования. Это измещение важных ионов в их процессах теми ионами, которые будут оказывать негативный эффект. Например, калий заменится стронцием, калий заменится цезием или кальций заменится стронцием. Они по своим свойствам близки и похожи. Поэтому данные элементы и их соединения могут оказывать негативный эффект на состояние здоровья живых организмов. Всю совокупность негативных видов воздействия условно можно разделить на две такие большие группы. Есть так называемое специфическое действие негативного влияния, негативное действие нашего загрязнителя на живые организмы, а может быть не специфическое действие или так называемое действие, которое абсолютно не зависит от того, какой загрязнитель мы с вами будем помещать в контакт с нашим тестовым организмом. Соответственно, не специфическое действие, которое наблюдается во всех случаях, это обострение хронических болезней, нарушение функционирования наиболее ослабленных органов. То есть самое слабое звено будет у нас испытывать негативный эффект в том случае, когда мы с вами будем увеличивать концентрацию этого полютанта в окружающей среде. Есть так называемое специфическое действие и его также можно условно поделить на две группы, а канцерогенное воздействие. Сюда можно включить, соответственно, канцерогенное, тератогенное, эмбриотропное воздействие и так называемое токсикологическое воздействие, можно назвать его аллергическое воздействие. Соответственно, и этот эффект будет оказан каждым веществом в отдельности, и это воздействие будет, безусловно, негативным. Порядок выбора приоритетных токсикантов промышленного происхождения для их мониторинга, для их контроля будет устанавливаться с учетом их негативного токсикологического эффекта, будет устанавливаться с учетом класса опасности химического вещества. То есть мы понимаем, что разные вещества относятся к разным классам опасности. И классы опасности веществ, они, как мы говорили на самой первой лекции, их 4, соответственно, чем более опасное вещество, тем к более низкому классу опасности будет относиться. То есть первое и второе классы опасности будут наиболее опасными. Соответственно, зависит от мощности выбросов этих загрязнителей, от возможной площади загрязнения, от степени устойчивости почв к загрязнителю, который поступает, по приоритетности загрязнителя внутри каждого класса опасности. Оценка приоритетности будет зависеть от плотности выпадений из атмосферы этого загрязнителя. Список приоритетных загрязняющих веществ, мы с вами знаем, что в список приоритетных загрязняющих веществ будет входить обязательно большой перечень тяжелых металлов. Свинец, кадмий, ртуть, мышьяк. Здесь мы с вами должны сделать акцент на именно приоритетности загрязнителя. Мы с вами знаем уже огромную массу разных классификаций загрязнителей. И в зависимости от того, какая среда у нас при пристальном внимании, список приоритетных загрязняющих веществ может немножечко меняться. Когда мы говорили с вами про нормирование на основе на лучшую доступную технологию, мы говорили о том, что есть маркерные вещества. Когда мы говорили с вами о классах опасности, мы говорили, что вещества могут быть опасные, могут быть малоопасные. А в отношении приоритетного перечня загрязнителей, это еще одно важное такое основание, какие бывают загрязняющие вещества. Здесь мы должны понимать, что в каждой среде может быть свой список приоритетных переченей загрязняющих веществ. И тяжелые металлы, они входят в список приоритетных загрязнителей для всех сред. Потенциальные приоритетные загрязнители, их много, они разные. И, соответственно, помимо тяжелых металлов есть и стойкие органические загрязнители. Но поскольку сегодня мы делаем акцент именно на тяжелых металлов, мы здесь должны упомянуть, что среди большого перечня тех тяжелых металлов, которые являются важными загрязнителями с точки зрения мониторинга, среди приоритетных выделяются кадмий, хром, медь, свинец, ртуть, никель, цинк. Соответственно, среди, то есть 7 элементов, среди металлоидов выделяются мышьяк, сурьма, селен. Это те элементы, мониторинг которых необходим с целью снижения негативного влияния, для того, чтобы выявить те источники загрязнения и с целью понимания оценки дальнейшего негативного эффекта на состояние здоровья населения. И мы понимаем, что этот список, этот выбор и эта приоритетность, она складывалась годами, можно сказать, даже десятилетиями. И это научно обоснованный список, научно обоснованные, либо страницы истории уже привели к тому, что мы понимаем, что именно эти загрязнители будут оказывать максимальный негативный эффект. И именно они зачастую являются в выбросах в максимальном количестве, поэтому во все среды они будут попадать наиболее часто. Следует отметить, что динамика выбросов приоритетных тяжелых металлов и металлоидов от стационарных источников за последние 20 лет, она имеет положительную динамику, положительную тенденцию. Для большинства загрязнителей мы видим тенденцию к снижению выбросов приоритетных тяжелых металлов и металлоидов от стационарных источников. Есть два загрязнителя, в отношении которых мы не наблюдаем такую положительную картину. Это свинец и марганец. Все те мероприятия в отношении свинца пока не имели эффект. Это связано с самим загрязнителем, поскольку он имеет эффект накопления. И процессы, связанные с ремедиацией данных объектов окружающей среды, от воздействия этого полютанта крайне сложны. Те тяжелые металлы, которые относятся к металлам незаменимым, которые участвуют в процессах жизнедеятельности человека, их можно отнести к пороговым полютантам. Можно выделить порог, до которого у нас наблюдается даже при условии их дефицита положительная динамика. При условиях дефицита наблюдается отрицательный эффект. При условиях их оптимального содержания наблюдается оптимальный эффект воздействия этих веществ, либо металлов на организмы. То есть мы, если с вами посмотрим ту куполуобразную кривую, которую мы с вами смотрели в самом начале, если мы ее перевернем таким образом, то мы с вами увидим, что здесь будет находиться зона оптимума, тот негативный эффект со знаком минус, который мы с вами рассматриваем на этой графике, он будет находиться в случае, когда у нас будут высокие концентрации. И здесь вот этот уже порог, вот этот динамик этого негативного эффекта, она будет максимально развиваться при очень высоких концентрациях. Соответственно, для большинства тяжелых металлов мы можем наблюдать именно такую красивую зависимость с наличием порога. То есть до определенного порога, как мы с вами смотрели, есть табличка, вот в случаях для этих металлов, которые здесь приведены в пример, две градации, они обуславливают как раз-таки отсутствие достаточного количества этих элементов, то есть они нам нужны, эти элементы питания. Если их будет слишком мало, то обеспеченность почв тяжелыми металлами будет низкая, и ферментная активность будет низкая, будут плохо развиваться на такой почве растения. Соответственно, и мы с вами будем получать низкие урожаи, и будем получать низкое содержание этих элементов в растениях, потенциально будем получать некачественное сырье для производства. А если же мы с вами преодолеваем этот порог, здесь мы говорим уже о снижении положительного эффекта, о увеличении негативного эффекта, его нарастании после того, как мы преодолели порог. Вот этот порог мы преодолели, и для большинства металлов этот порог, он установлен, начиная с которого у нас с вами будет наблюдаться уже негативный эффект. Если же мы говорим с вами о той группе металлов, которую условно можно отнести к грязной тройке металлов, то они прежде всего будут подчиняться поведению так называемых беспороговых полютантов. Да, мы не берем область нуля, практически абсолютного нуля, да, может быть там есть какое-то стимулирующее действие положительное от этого очень маленького количества этих металлов. Мы знаем, что в человеке и серебро, и золото можно найти, но в общем и целом эффективность воздействия этих элементов, особенно когда мы говорим про большое их содержание, она существенно ограничена. И для этих металлов мы можем наблюдать как раз-таки негативный эффект, и мы видим, что у нас при возрастании дозы, у нас может наблюдаться либо резкий такой скачок негативного эффекта, либо более плавный, либо равномерный скачок, но он будет со знаком минус практически из самого нулевого негативного воздействия этого металла. Потому что металлы различаются по токсичностью. Токсичность это внутренне присущие химическому веществу способности в определенных концентрациях оказывать вредное влияние. То есть именно определенные концентрации будут оказывать негативный эффект. Эта определенная концентрация будет говорить о том, что именно токсичные концентрации будут вызывать негативный эффект. То есть токсичных веществ нет, есть токсичные концентрации. И этот уровень концентрации у разных веществ разный. В том числе классы опасности тяжелых металлов в разных средах, в том числе и почвы, могут быть разные, как мы с вами говорили. Это могут быть чрезвычайно опасные вещества, высокоопасные, умеренно опасные. И как мы видим, приоритетные загрязнители, они как раз-таки у нас находятся в первом, и относятся к первому и второму классу опасности. Почему так? Да потому что страницы истории, страшные страницы истории, которые мы сейчас с вами посмотрим, они выявили тот самый негативный эффект от воздействия так называемых суперэкотоксикантов. Сейчас мы с вами рассмотрим ту так называемую грязную тройку металлов. Именно для этих металлов мы будем говорить, что у них будет негативный эффект, начиная с практически нуля. То есть практически для всех организмов, если убирать какие-то особо экзотические микроорганизмы, то для большинства грязная тройка металлов будет оказывать негативный эффект. Грязная тройка это получается ртуть, кадми и свинец. Соответственно эти три элемента сейчас мы с вами рассмотрим чуть более подробнее. Итак, первый неорганический суперэкотоксикант ртуть. В общем и целом, эта история, она разворачивалась с 50-х годов прошлого века, когда осуществлялся сброс недоочищенных стоков, которые содержали неорганическую ртуть в воду залива Миномата. И рыбаки, которые вылавливали рыбу из этого залива, у них стали наблюдаться такие пугающие симптомы болезни. Пугающие симптомы болезни связаны с тем, что ртуть является блокатором SH групп, соответственно сера, который содержится в белковых молекулах. Она блокируется, и в результате развивается так называемая болезнь сумасшедшего шляпочника. Ее еще называют болезнь Миномата, как раз таки по этому заливу. Почему наблюдался такой эффект? Дело в том, что неорганическая ртуть, она безусловно сама является токсичной. Но в момент попадания ее окружающей среды в донное отложение, прежде всего, она вступает в взаимодействие с органическими веществами донных отложений, и образуется более токсичное соединение метил-ртуть, которое оказывает негативный эффект намного больше. А если мы примем во внимание, что рыбы, которые обитают в данном заливе, они постоянно находятся в воде, которая загрязнена этой ртутью, они постоянно в своем теле будут накапливать ртуть, и в результате мы с вами будем обнаруживать такую пугающую картину, когда ртуть будет накапливаться в составе этих рыб. А если мы будем говорить о хищных рыбах, которые поедают ту рыбу, которая у нас с вами относится к травоядным, которая относится к нехищным, и накопление в этой цепи питания будет только увеличиваться. В результате эти печальные страницы истории позволили всему мировому сообществу обратить внимание на эту проблему, и на основании Миномадской конвенции по ртутью, которая была подвисана большинством стран не так давно, в 2013 году, как мы видим, начиная с 50-х годов, проблема наблюдается, и только спустя длительное время мы видим нормативно-правовые акты международного уровня, которые регулируют как производство нефти, ой, прошу прощения, так и как производство ртути, так и, соответственно, использование ее в технологических процессах, минимизация их. И мы, подписав эту Миномадскую конвенцию по ртути, обязуемся снизить использование ртути в производственных технологических процессах. От этого возникает вопрос, полезны ли вообще есть рыбу и морепродукты, если мы знаем, что содержание ртути во многих водоемах сейчас находится на довольно критическом уровне. Так вот, европейские и американские ассоциации здравоохранения рекомендуют употреблять морскую рыбу и морепродукты не чаще одного раза в месяц. Более того, более тщательно относиться к выбору той рыбы, которая чаще всего накапливает в своем теле высокое содержание ртути. Такие любимые нами виды рыб, как тунец, скумбрия, они очень активно накапливают в своем теле ртуть. И в результате мы можем говорить о том, что когда мы употребляем рыбу, нам кажется, мы оказываем положительный эффект на наш организм за счет поступающего белка в теле рыбы. Но нет, если рыба загрязнена ртутью, мы с вами можем причинить себе только негативный эффект. И на текущий момент довольно большой перечень рыб во многих морях и океанах, которые сейчас загрязнены ртутью, поступление в организм рыб этого токсиканта, оно является таким довольно опасным. И да, на основании Миномадской конвенции по ртути регулирование содержания ртути в сбросах ужесточилось в сто раз. Это положительный эффект. Но мы понимаем, что накопленный вред еще долго будет сказываться на нас с вами. В том числе следует отметить, что тяжелые металлы, они активно, не только ртуть, но все тяжелые металлы, активно прикрепляются к частицам микропластика. А на текущий момент мы диагностируем очень высокую загрязненность океана микропластиком. Микропластик попадает и в состав рыб. То есть не только загрязнение самого океана тяжелыми металлами, но и сорбция их на поверхности микропластика может привести, потому что концентрация этих загрязнителей в рыбе будет повышена. Следующий суперэкотоксикант это свинец. Свинец поступает и с пищей, и с водой, и с атмосферным воздухом. И ежесуточно мы с вами вынуждены потреблять некоторое количество свинца. Далее свинец депонируется в скелете в форме трудно растворимого фосфата. И там будет находиться, не вымываясь длительное время. Он практически не выводится из организма. Источники загрязнения свинцом разные. Ранее этилированный бензин был главным источником загрязнения свинцов окружающей среды. Этилированный бензин был запрещен с 2002 года. Но, к сожалению, один из промышленников как-то мне сказал, да хорошо сидеть в высотке на Ленинских горах и считать, что мир такой, как он нарисован на страницах учебников. Но, к сожалению, этилированный бензин не качественными производителями иногда используется. Более того, тот накопленный вред в почвах, поскольку те выбросы, которые были на тот момент, особенно вблизи трасс, да, те почвы, которые накопили тот свинец, в них он накапливается также активно и находятся там длительное время. Процессы ремедиации, рекультивации почв для того, чтобы снизить концентрацию этого токсиканта, они, конечно, повсеместно не проводятся. Еще одним источником являются ТЭЦ, которые потребляют уголь в воздух. К счастью, у нас на территории, например, Москвы большая часть, одна единственная только ТЭЦ, осталось работать на угле, все остальные работают на газу. И это также положительный эффект. И такие управленческие решения, которые были приняты в отношении снижения загрязнения как у воздуха, так и у всех объектов окружающей среды. И в общем и целом мы понимаем, что такой неорганический суперэкотоксикант, как свинец, еще долго будет диагностироваться в составе наших объектов окружающей среды. Следующий неорганический суперэкотоксикант – кадмий. И опять пример из истории. Острая хроническая токсичность, опять Япония. Наблюдаемый кумулятивный эффект, накопительный эффект от воздействия этого суперэкотоксиканта, который также обладает канцерогенным эффектом. Доказанный канцерогенный эффект от этих суперэкотоксикантов, которые были все вышеперечисленными. Поэтому помимо тех специфических болезней, о которых мы с вами говорим, еще и канцерогенный эффект наблюдается от них. Это болезнь, которая развивалась и которая была диагностирована на японских полях, которых поливали стоками, содержащими высокое содержание кадмия. И болезнь, которая получила название «Ой, ой, больно» за счет таких неврологических, очень сильных болевых синдромов в результате попадания этого компонента в избыточном количестве в организм, привели к тому, что ограничения по применению кадмия в промышленности. С 2011 года существует жесткий контроль за содержанием кадмия, есть. Механизмы токсического воздействия также связаны с воздействием на белки, на ферменты. И поражение центральной нервной системе, печени, почек, нарушение обмена веществ приводит к тому, что мы диагностируем такие тяжелейшие заболевания. И порядок нормирования этого супертоксиканта, конечно, требуется очень жестким. Откуда же поступают тяжелые металлы в окружающую среду? Как мы можем с ними бороться? Нам нужно знать врага в лицо. Есть природные источники поступления тяжелых металлов. От первичных минералов, исходных пород, преимущественно рудные минералы тяжелой фракции, при своем разрушении на поверхность поступает довольно большое количество тяжелых металлов. И здесь мы можем видеть геохимические аномалии, где у нас за счет обогащенности рудных минералов поступает довольно большое количество этих тяжелых металлов. Большая часть загрязнителей поступает из техногенных источников. И основными источниками мы, конечно, можем назвать объекты промышленности. Это черная цветная металлургия, это химическая, целлюлозо-бумажная промышленность, это предприятия энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Формы поступлений тяжелых металлов разные. Это твердые, жидкие, газообразные. Но самое мощное поступление это аэральное. И прежде всего в форме оксидов поступают наши тяжелые металлы на поверхность почвы. Поскольку эти компоненты, как мы с вами говорили на лекции по воздуху, эти компоненты, которые поступают аэрально, они довольно тяжелые. Они падают довольно быстро и накапливаются вокруг источников в большом количестве. Загрязнение почв – это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ почвы, подверженных антропогенному воздействию, превышают природный уровень их поступления. И основанием для определения загрязнения является фон, фоновый уровень их содержания. Про фоновый уровень, про порядок определения фоновых почв мы с вами говорили на лекции номер 2, когда говорили о нормировании, статистическом, в том числе о статистическом нормировании веществ. Соответственно, для почв те же самые подходы. И мы должны понимать, что преимущественные пути химического загрязнения почв будут связаны именно с загрязнением атмосферы и поступлением именно из атмосферных источников, из атмосферных выпадений, либо от предприятий, от стационарных источников, либо от передвижных источников, от дорог, будут прежде всего в зоне влияния этих объектов будут оказываться под воздействием нашей почвы. Соответственно, зона влияния определяется границей, которая определяется по атмосферному воздуху на уровне 0,1 ПДК. То есть мы с вами говорим о загрязнении почв, но пределом влияния на нее у нас с вами будет контур, который мы с вами отмерили по воздуху, по загрязнению воздуха. И такой границей, конечно, будет очень разная граница в зависимости от того, какой уровень воздействия у этого предприятия. Это может быть и километр, это может быть 50 метров, а может быть и несколько десятков километров. Вы скажете, почву мы не едим, но вместе с тем поступление загрязнителя вместе с почвами также осуществляется и концептуальной моделью воздействия локального воздействия загрязненной почвы на человека будет являться тот факт, что мы с вами с пылью регулярно употребляем определенное количество тяжелых металлов, определенное количество загрязнителей. Вдыхаем пары, как мы только что проговорили, ряд элементов приобретает свою подвижность при взаимодействии с органическими веществами. Например, метилуртуть образуется, она будет более летучей, нежели чем сам исходный загрязнитель. Мы можем контактировать своими кожными покровами, через кожу могут поступать эти загрязнители. И что уж говорить о тех случаях, когда мы возделываем почву и у нас идет непосредственный контакт с ней. Мы понимаем, что необыкновенно важно оценить содержание тяжелых металлов в почве, прежде всего объектов, которые касаются сельского хозяйства, и прежде всего тех объектов, которые контактируют с нами на территории жилой застройки. Именно для этих почв и установлены предельно допустимые концентрации. Именно предельно допустимые концентрации для территорий населенных мест и для сельскохозяйственных территорий и применяется концепция гигиенического нормирования. Если мы говорим о всех остальных территориях, то здесь подходом к нормированию будет статистическое нормирование и сравнение именно фоновых содержаний. Среди показателей мониторинга мы можем выделить следующие перечни, которые рекомендует Росгидромет. Соответственно, это массовые доли ванадия, железа, кадмия, кобальта, марганцы, медиа, молибдена, мышьяка, никеля и ряда других элементов. Здесь вы мне скажете, что алюминий и железо, они в целом не нормируются в почве. Да, вы будете абсолютно правы. Но почва воспринимается как тот объект, из которого дальше стоком эти вещества будут попадать в воду. И в результате, а вот в воде уже железо будет нормироваться. Алюминий будет отвечать за подвижность, потому что качество почвы плодородия будет связано именно с содержанием подвижного алюминия. Поэтому металлы, помимо того, что определяется их массовая доля, они определяются в разных формах. Определяется валовое содержание, подвижные формы, кислота, растворимые формы и в некоторых случаях определяются водорастворимые формы. Чуть-чуть попозже мы поговорим подробнее о них. Итак, формы нахождения тяжелых металлов в почве. Они бывают разные. Дело все в том, что загрязнители, которые поступают из аэрального выпадения, попадая на поверхность почвы, претерпевают ряд трансформационных процессов. И они могут оказываться как в составе твердых фаз почвы, как в составе почвы нервоствора. И поэтому влиять на процессы загрязнения сопредельных сред, а именно воды, а в составе почвенного воздуха, будет оказывать влияние на составе воздуха, контактирующего с почвой. Соответственно, в составе твердых фаз тяжелые металлы могут быть в виде прочно удерживаемых минеральными компонентами или органическими компонентами. Но с органическими веществами здесь есть особенности. Есть подвижные водорастворимые органические вещества, которые будут потенциально более подвижными. И если у нас высокий уровень кислотности, высокий уровень этих органических веществ, особенно относящихся к низкомолекулярным органическим веществам, низк, к неспецифическим органическим веществам, то в таком случае у нас они могут быть довольно подвижными. И в таком случае будут попадать в состав почвенного раствора и наоборот отвечать за большую подвижность. Подвижные соединения, так называемые специфические и неспецифические сорбированные, которые потенциально будут большей вероятностью попадать в растения за счет транслокационного перехода. Те биохимические показатели состояния загрязнения почв, которые определяются с целью диагностирования почвы тяжелыми металлами, они учитывают общее содержание загрязняющих веществ или так называемое валовое содержание. Обратите, пожалуйста, внимание на термин валовое содержание. Не бывает валовых форм тяжелых металлов, бывает только валовое содержание. Потому что формы это когда мы говорим о какой-то фракции, какой-то части, которая входит в общее валовое содержание. Соответственно, кислота растворимые формы, потенциально подвижные соединения и реально подвижные соединения, водорастворимые, они определяются с помощью разных способов. Кислоты растворимые соединения используются с помощью кислот. Выделяются, например, так называемые псевдоваловые формы. Пятимолярная азотная кислота используется для определения таких форм. Потенциально подвижные формы экстрагируются ацетатно-аммонийным буфером с PH4,8. И в таком случае мы с вами можем говорить о том, что эти формы будут более потенциально подвижны. Содержание реально подвижных соединений, водорастворимых, те, которые будут переходить в водный раствор, в почвенный раствор. Мы их можем выделить водой, либо слабыми растворами солей, такая соль, как кальций-хлор-2. Соответственно, в общем и целом, в части нормирования водорастворимых форм у нас только один единственный элемент нормируется. И есть предельно, допустим, и концентрация по содержанию этого компонента. А в почве водорастворимые компоненты не нормируются. То есть используется этот подход к изучению реально подвижных форм в научных исследованиях. Соответственно, если мы посмотрим на соотношение этих форм в так называемых фоновых почвах, которые поступления, в которые тяжелых металлов будет только из первичных источников, то есть от разрушения минералов, то там большая часть металлов будет в составе как раз-таки минеральной фракции, которая будет тяжело разлагаться. И здесь мы будем с вами диагностировать очень-очень маленький процент тех компонентов, которые будут переходить и в водорастворимые формы, и в ацетатно-аммонийный буфер. Если же мы говорим о техногенно-загрязненных почвах и в соотношении тех фракций, которые мы с вами используем, ацетатно-аммонийный буфер, соответственно, NH3, переход в кислото-растворимые формы, то в данном случае мы будем диагностировать большую подвижность этих металлов в составе техногенно-загрязненных почв. И это также будет представлять себе довольно большую опасность. Но мы не знаем никогда о соотношении этих форм, поэтому необходимо определять в тех случаях, когда это важно. А это важно прежде всего при потенциальном переходе этих подвижных соединений в состав растений именно в этой форме. Стоит сказать про методы определения биохимических показателей состояния почв. Общее содержание металлов и металлоидов может быть определено с помощью так называемых неразрушающих методов. Это метод РФА, это могут быть различные разрушающие методы с помощью кислот, с помощью смеси кислот. Это прежде всего царская водка с плавиковой кислотой. Условно общее содержание так называемое может быть получено с применением пятимолярной азотной кислоты. Непрочно связанные соединения выделяются однонормальными растворами кислот. Подвижные соединения используются в составе твердых фаз, безусловно, те, которые перешли в водный раствор, при воздействии на почву ацетатно-аммонийного буфера с PH4,8. И этот показатель PH выбран не случайно. И мы с вами говорим о том, что такие условия могут наблюдаться в большинстве почв РФ, особенно в случае, когда у нас с вами резосфера корней, которая будет подкислять нашу почвенную матрицу. Она будет выделять кислотные компоненты. И в результате мы можем видеть как раз-таки переход этих потенциально подвижных форм, в том числе и в растения. Водорастворимые формы диагностируются в составе жидкой фазы с помощью выделения почвенного раствора, центрифугированием или лизиметрическими методами. Реже используются водные вытяжки или вытяжки с использованием слабых растворов солей, которые моделируют почвенный раствор. Методы определения также являются важными, помимо методов извлечения, методы определения, методы вскрытия почвенной матрицы, они могут быть разные, соответственно, водными вытяжками, разрушением или неразрушающим методом. Методы вскрытия почвенной матрицы для того, чтобы металл перешел в состав определяемой формы, необыкновенно важен. А вместе с тем важны и методы определения, не только методы выделения интересные, методы определения, поскольку пределы обнаружения ряда тех методов, которые используются в этом случае, они будут разными. Если мы с вами предпочитаем определить микроколичество, то нам с вами поможет только метод ICP-MS, соответственно, метод спектральный метод с индуктивно связанной плазмой. В тех случаях, когда нам достаточно более низкой точности определения загрязнителя, мы можем использовать и другие методы, такой как, например, метод ААЭС. В данном случае мы можем определить содержание того компонента, того тяжелого металла, который будет содержаться уже в более высоком количестве. И здесь важно понимать, на каком уровне находится нормирование нашего элемента. Если нормирование элемента, как, например, для ртути, будет находиться в пятом знаке после запятой, то, безусловно, мы можем использовать только тот метод, который будет обеспечивать такую точность определения вплоть до пятого знака после запятой. Если же мы говорим о том, что нормирование этого элемента будет находиться на уровне целых единиц, то в данном случае мы можем воспользоваться любым методом, который для нас будет более удобным. Потому что если мы будем с вами определять не точно содержание этого элемента, то мы будем говорить о том, что мы будем либо платить за сверхлимит, либо придется выбрать другой метод определения. Определили с вами содержание тяжелых металлов. Что делать с результатами? Нам необходимо оценить результаты. Способы представления содержания тяжелых металлов разные. Во-первых, абсолютное содержание того тяжелого металла, который мы определили, может быть выражено в виде массовой доли, в виде процента, либо в миллиграммах на килограмм, или как еще записывают в виде пи-пи-эм. Соответственно, миллиграмм на килограмм и пи-пи-эм это одно и то же. Показатели относительного содержания. В данном случае относительное содержание по сравнению с концентрацией может быть либо коэффициент концентрации, и в таком случае мы нашу концентрацию сравниваем с фоном, либо КПДК. В данном случае мы концентрацию сравниваем с ПДК, либо ОДК. В редких случаях, сейчас уже практически не используется, но в литературе вы можете увидеть сравнение содержания с Кларком. Также могут быть использованы коэффициенты относительного концентрирования, если есть такая необходимость для научных исследований, например. То есть если мы с вами захотим посмотреть коэффициенты концентрирования химических элементов в отходах разных видов производства, например, коэффициент концентрирования в зале углей, либо в отходах гальванического производства, то в данном случае мы увидим, что коэффициенты концентрирования будут разные. И это может быть важным основанием для понимания источника загрязнения и понимания и описания самой характеристики загрязнения. Более того, мы должны принимать во внимание, что существует техногенная ассоциация химических элементов в отраслях промышленности. Если мы говорим про цветную металлургию, здесь есть приуроченность следующих металлов, таких как свинец, цинк, медь, ртуть, ряд других. В черной металлургии будет в преимуществе содержаться марганец, никель и ряд других и так далее. То есть от самого производства будет зависеть и состав ассоциации химических элементов. Соответственно, для того, чтобы в дальнейшем использовать полученные нами данные о составе и содержании наших элементов, мы можем использовать интегральный показатель загрязнения. Интегральный показатель загрязнения был введен в 70-80-х годах с аетом с целью определения полиметаллического загрязнения почв и геологических объектов. В данном случае используется сумма коэффициентов концентрации, которые были получены как отношение нашей концентрации загрязнителя к фоновому содержанию. Причем мы должны понимать, что региональное фоновое содержание может отличаться. И в каждом случае мы должны выбирать по-своему фон. По поводу проблем выбора фона мы говорили на лекции номер 2. Соответственно, здесь сейчас мы сделаем акцент на особенностях расчета интегрального показателя загрязнения. Потому что классически он вводился у нас как показатель полиметаллического загрязнения. Но с течением времени он настолько полюбился природопользователям и настолько удобен он в использовании, что он также используется для оценки степени опасности загрязнения почв. Помимо комплекса металлов, еще и пензопирен, нефтепродукты, также включаются в состав этой оценки. Поэтому можно применять и такой подход. ЗС рассчитывается только для валового содержания металлов. Подвижной формы мы не суммируем в состав этого коэффициента. То есть этот коэффициент разработан был именно для оценки валового содержания металлов. ЗС используется и для тех случаев, когда фоновое содержание у нас превышено. То есть мы можем включать с вами в расчет только показатели коэффициентов концентрации, которые получили у нас значение больше единицы. Потому что если мы с вами будем включать в состав списков еще и их, то тогда мы можем получить отрицательное значение. А ЗС отрицательным не может быть. В данном случае мы должны понимать, что если, например, у нас 10 металлов, которые мы определили, 5 из них фон превышен, 5 не превышен. Соответственно, те значения, в которых значение отношений коэффициента концентрации мы получили больше единицы, именно их мы будем включать в состав расчета. В тех случаях, когда у нас значение меньше единицы, мы не включаем в их состав. Мы должны понимать, только что проговорили, что у нас могут быть техногенные ассоциации металлов. Поэтому такая ситуация может наблюдаться довольно часто, что содержание каких-то элементов слишком больше фона, а какие-то сопоставимы с фоном. Соответственно, коэффициенты концентрации в составе ЗС учитывают только по отношению к фоновой почве. И где взять фоновую почву? Проблемы выбора фоновой почвы, мы об этом уже говорили. Но иногда у нас нет этих значений. И тогда мы можем воспользоваться либо методическими указаниями, письмом Минприроды, в которых приводится список фоновых содержаний в разных почвах. Потому что в разных почвах у нас будет разное содержание. В терноподзолистой будет меньше фоновое содержание. В черноземах будет выше фоновое содержание. Эта почва будет более богатыми элементами. И иногда использует, например, 0,1 ПДК в качестве норматива, когда у нас нет возможности определить это значение. Далее, когда мы получили с вами эти результаты, мы можем с вами установить категорию загрязнения земель. Чистое, умеренно опасное, чрезвычайно опасное на основании суммарного показателя загрязнения и на основании содержания в почве каждого элемента, который будет относиться к соответствующему классу опасности. Либо если это органическое соединение, соответственно, также для него применяется этот подход. В данном случае мы понимаем, что оценка степени химического загрязнения будет являться основанием тех дальнейших работ, которые будут проводиться с этой почвой. Понятно, что для чистой почвы никаких ограничений нет в применении, хоть в сельском хозяйстве, хоть для целей подсыпки на территории жилой застройки. В случае, когда у нас другие степени загрязнения, могут быть ограничения либо по ряду выращиваемых культур, либо в части дальнейшего использования этой почвы. Как же оценить загрязнение тяжелыми металлами других сред? Безусловно, другие среды испытывают негативное воздействие тяжелыми металлами. Оценка загрязнения атмосферы может быть проведена с помощью аспирационного или седиментационного метода. Аспирационный метод предполагает пропускание воздуха через поглотительную систему. Мы пропускаем воздух либо через жидкую поглотительную среду. Это может быть и вода, это могут быть кислоты, органические растворители. Это может быть твердый сорбент, через который мы будем пропускать наш воздух, либо фильтрующие материалы. Седиментационный, соответственно, за счет осаждения. И в данном случае мы можем использовать с целью оценки загрязнения атмосферы снег. Снег является прекрасным индикатором загрязнения атмосферы. Соответственно, у нас оседают загрязнители на поверхность. И путем выпаривания снежного покрова мы получим с вами раствор, поскольку до этого на снежный покров у нас за счет влажного или сухого оседания поступили загрязнители на поверхность. В результате мы с вами можем проанализировать содержание тяжелых металлов в объектах окружающей среды. Еще одним подходом с точки зрения оценки содержания тяжелых металлов могут быть использованы биоиндикационные методики, в том числе биоиндикации с помощью лишайников. Ну, я как химик довольно скептически отношусь к таким подходам. Все равно нам придется определять содержание с химическими методами. Из атмосферы все загрязнители с течением времени вымываются. Все ее тяжелые металлы, которые находились в атмосфере, поступают либо на почву, либо в воду. Либо в донные отложения. И здесь мы должны понимать, что те тяжелые металлы или любой другой загрязнитель, который поступает в окружающую среду, он будет аккумулироваться именно в тех депонирующих средах, к которым будет относиться почвенно-растительный покров, к которым будет относиться донные отложения, а также население региона, в котором также будут накапливаться эти загрязнители. А вот транзитной средой будет та рассмотренная среда воздух, который мы с вами уже изучили, грунтовые, подземные, поверхностные воды будут нести загрязнитель уже в какое-то другое, соответственно, место. И в данном случае мы должны понимать, какие среды будут прежде всего отвечать за перемещение загрязнителей, какие будут отвечать за депонирование. И если мы будем говорить с вами о такой среде, как вода, с током которой у нас будет перемещаться масса загрязнителей, то нормативы качества воды в зависимости от того, какие существуют цели водопользования, могут быть разные. В общем и целом мы можем выделить следующие цели водопользования. Хозяйственное питьевое водоснабжение. И здесь будут предъявляться требования качества воды центральных систем питьевого водоснабжения к питьевой воде в емкостях. Это может быть коммунально-бытовое водопользование. И тогда мы будем говорить о предельно допустимых концентрациях в воде объекта хозяйственно-питьевого культурно-бытового назначения. Рыбохозяйственное – самые жесткие нормативы. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения самые строгие, поскольку рыба, она живет в воде и постоянно через поверхность ее тела попадает загрязнитель вовнутрь. Сельскохозяйственное – вода для орошения, поскольку у нас могут содержаться различные компоненты в воде и в результате попадать в почву. Сточные воды для них – самые мягкие подходы. Нормативы качества воды по целям водопользования – они разные. Если мы с вами посмотрим на показатели, такие как тяжелые металлы, то мы увидим, что в зависимости от целей водопользования уровень содержания, требования нормативов могут отличаться в десятки и сотни раз. Если мы посмотрим с вами на требования к содержанию ртути в отношении воды и рыбохозяйственных водоемов, то мы увидим с вами, что в данном случае требования – они самые жесточайшие. Мы говорили с вами о причинах этого. Если мы посмотрим на последний столбец, где указаны максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, и здесь речь идет о каких сточных водах? Сточные воды, которые сбрасываются в центральные канализации, которые дальше идут на очистные сооружения. Почему нам важно нормировать эти сточные воды, которые сбрасываются в центральную канализацию? Дело все в том, что центральная канализация, ее работа, она направлена на снижение загрязняющих веществ, прежде всего за счет разбавления. И очистка там идет биологическими методами. Тот активный ил, который работает на очистку воды – это живой организм. Если мы с вами будем использовать слишком высокие концентрации, допускать слишком высокие концентрации загрязнителей в сточных водах, это приведет к чему? К тому, что работа центральной системы канализации остановится, мы не сможем с вами, у нас очистные сооружения не смогут нормально функционировать из-за того, что погибнет активный ил. Это невозможно допустить, это экологическая катастрофа. Соответственно, максимальные допустимые концентрации устанавливаются именно с этой целью. Поэтому те тяжелые металлы, которые попадают туда, они будут, их достижение нормативов качества воды, чтобы затем после очистки воды, после центральной системы канализации попадала она уже в воду, допустим, культурно-бытового водоема, в данном случае будет говорить о способе именно с учетом разбавления. То есть там именно биологическая очистка, а не химическая. Когда же мы говорим о применении и использовании воды в ряде других производств, то там могут быть использованы сначала локальные очистные сооружения, чтобы мы смогли обеспечить достижение нормативов качества воды для соответствующих целей водопользования. Также вода может быть использована в оборотном цикле, и тогда мы будем говорить о том, что у нас будет вода использована в каких-то промышленных целях, и здесь уже нужно смотреть, какие требования к этой воде могут быть применены. Поскольку в стоках различных производств концентрация загрязнителей очень сильно отличается, мы должны понимать, что подходы к очистке этих вод будут разными. Чуть-чуть более подробно об этом мы поговорим в лекции про воду. Все те загрязнители, которые попадают, они будут оставаться именно в составе аккумулятивных средств, в составе депонирующих средств. И одной из таких средств будет являться тот осадок, который будет оседать на дне водоемов. В составе донных отложений, аккумуляция, взвесь этих загрязнителей будет оказываться именно там. И мы должны понимать, что процессы самоочищения рек будут осуществляться за счет ряда физико-химических процессов, в том числе биологических. Перенос и включение веществ из водной массы в осадки будет происходить прежде всего за счет седиментации веществ. Может происходить выделение в атмосферу части летучих веществ или те, которые приобрели свойство летучее в ходе взаимодействия с какими-то, например, органическими компонентами в составе воды. Могут быть физико-химические процессы в толще воды и на поверхности в пленке, например. Могут быть процессы, которые протекают в самих донных отложениях. А могут быть биохимические процессы с участием микроорганизмов, коллоидов, зоопланктона, которые будут способствовать фильтрации и седиментации этих загрязнителей. Поэтому этот сложный процесс будет приводить к тому, что часть загрязнителей будет перераспределяться, в том числе в составе донных отложений. Так вот, для нашей страны нормирование загрязнителей в донных отложениях отсутствует. Мы применяем либо нормативы для почв, но мы понимаем, что донные отложения не почва. В общем и целом, как-то отнормировать это негативное воздействие необходимо. Возможно, у нас с течением времени появятся нормативы для донных отложений. Пока мы можем посмотреть на те нормативы, которые установлены как допустимый уровень концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях водоемов в соответствии с зарубежными нормативами. Те металлы, которые попали на поверхность почвы, также претерпевают ряд процессов. Их подвижность будет зависеть от тех условий, в которых они оказались. Кислотно-основные условия, окислительно-восстановительные условия, грандсостав почв, содержание глинистых минералов, полуторанных оксидов, количество органического вещества, исходный уровень содержания тяжелых металлов, природа самого металла. Все это будет играть очень важную роль. Кислотно-основные условия для разных металлов будут влиять по-разному. Какие-то большая часть катионогенных металлов будет приобретать подвижность в кислотной среде. А в щелочных условиях будет выпадать осадок и будут терять подвижность. Окислительно-восстановительные условия будут влиять на те металлы, которые меняют свою степень окисления. И в данном случае и токсичность металла может поменяться. Шестивалентный хром будет более жестким и более сильный токсический эффект будет оказан воздействие шестивалентного хрома, нежели чем трехвалентного хрома. Поэтому процесс перехода, он на самом деле в почву будет достаточно быстро протекать из шестивалентного в трехвалентный хром, поскольку в почве довольно огромное количество восстановителей, которые смогут провести этот процесс. Гранулометрический состав будет влиять, поскольку почвы более тяжелого гранулометрического состава будут отвечать за сорбцию тяжелых металлов значительно сильнее. Содержание глинистых минералов, полуторных оксидов, поскольку на поверхности железа будет накапливаться довольно большое количество тяжелых металлов. И есть такие металлы, которые предпочитают именно аккумуляции на поверхности оксидов железа или других соединений железоаморфных соединений. Количество органического вещества, чем больше органического вещества, тем больше будет способность к накоплению, и в общем и целом потенциальная буферная способность почвы будет возрастать. Чем выше исходный был уровень содержания тяжелых металлов, тем, конечно, в дальнейшем будет выше подвижность тяжелых металлов в почве. И, безусловно, природа самого металла. Совокупность тех вышеперечисленных признаков содержания гумуса, показатель pH водный, содержания карбонатов, подвижных оксидов и гидроксидов железа и алюминия, фракция физической глины, все это может быть аккумулировано в виде шкалы буферности почв по отношению к тяжелым металлам. И мы видим, что почвы, у которых очень высокие значения показателя pH, высокое содержание гумуса, высокое содержание карбонатов, подвижных соединений железа и алюминия, большой уровень фракции физической глины, они будут потенциально более способны к сорбции тяжелых металлов, нежели чем все остальные. Миграция тяжелых металлов при различных показателях pH также может идти по-разному. В кислых средах будут легко мигрировать большая часть катионогенных металлов, в щелочных средах в большей степени будут подвижны анионогенные металлы, такие, которые будут в составе аниона, молибдат ион. Если мы говорим про цинк и про алюминий, то здесь они будут обладать амфотерностью, и они будут менять свою подвижность в зависимости от условий среды. Поэтому показатель pH – это необыкновенно важная характеристика, которая также будет позволять и влиять на результат с точки зрения ремедиации сред. То есть если мы хотим с вами снизить подвижность тяжелых металлов, мы можем повлиять на показатель pH, добавить, например, карбонат кальция, и в данном случае мы будем говорить о том, что потенциально подвижность наших металлов снизится. Также мы можем привести негативный пример, когда кислотность повлияла на подвижность тех металлов, которые потенциально в почве являются такими конституционными и содержатся в довольно большом количестве. Так вот, например, если мы наблюдаем изливание кислых шахтных вод с показателем pH 2,3, то в результате мы видим, что увеличивается содержание марганца, увеличивается содержание железа в воде, и это будет способствовать загрязнению, сопредельному загрязнению и водных объектов. Помимо влияния кислотности среды и тех процессов, которые будут протекать в кислотно-основных условиях, процессы трансформации металлов можно поделить на таких условных 6 групп. Процессы окислительно-восстановительные, когда будет происходить окисление или восстановление нашего металла. И в данном случае могут наблюдаться как процессы снижения подвижности, так и увеличения подвижности. Если мы поговорим про окисление, например, железа, то может происходить снижение подвижности железа и марганца при увеличении их степени окисления. Соответственно, могут происходить процессы восстановления, и в таких случаях также могут наблюдаться процессы увеличения подвижности, как, например, для железа. Осаждение и растворение может происходить. Может происходить процесс комплексообразования и таких процессов, которые будут способствовать комплексообразованию в почве. Также присутствуют гуминовые вещества. Либо, если мы с вами говорим про ремедиацию, мы можем вводить комплексообразователи намеренно. Процессы осаждения на сульфидных барьерах, если, например, в почве присутствует карбонат или фосфат или ряд других компонентов, может вызывать взаимодействие с металлами и их осаждение. Сорбция и десорбция металлов. Сложный процесс, от которого зависит процесс поведения металлов. Метеллирование может происходить. И в результате наши компоненты, тяжелые металлы, могут приобретать существенную подвижность. И они могут выводиться из почвы, из клеток в атмосферу. Так растет подвижность ртути, о которой мы уже говорили. А также ряд других металлов, таких как свинец, цинк и ряд других. Может быть поверхностные внутриклеточные накопления в организмах. В ряде случаев используют микроорганизмы для очистки, прежде всего, когда мы говорим про воду, концентрирование этих металлов в организме. Изотермоадсорбции и десорбции в основном для тяжелых металлов подчиняются уравнениям Лангмиура и уравнениям Флоренлиха. Мы можем проанализировать, как будет меняться подвижность того или иного металла в тех или иных условиях. Также то, о чем мы говорили, о кислительно-восстановительной обстановке и поведение металлов будет разным с учетом почвенно-геохимических барьеров. Подходим к заключительному вопросу нашей с вами лекции. Как же очистить почву от тяжелых металлов? Мы проговорили о том, что действительно это важный вопрос, связанный с загрязнением почвы тяжелыми металлами, и очистка почв от этих загрязнителей также необыкновенно важна. Снижение содержания подвижных металлов может быть достигнуто несколькими путями. Во-первых, могут быть удалены из поверхности наиболее подвижные соединения тяжелых металлов с помощью обработки экстрагентами. Это могут быть те компоненты, которые будут способствовать их комплексообразователю. Такой известный комплексообразователь, как Трилон-Б или Комплексон-3, они могут быть использованы и с целью реаминдиации почвы. Довольно дорогостоящий метод, но в целом он эффективен. Также иногда встречаются подходы с использованием кислотных промывок. Но, как мы понимаем, почва после этого потребует очень активного восстановления. То есть мы можем вымыть кислоты, но это будет очень негативный эффект для почвы. Безусловно, эти воды потребуют дренажа и отвод этих фильтрационных вод, которые будут сильно загрязнены металлами. В нашей стране чаще применяется фитомелиорация. Для этого используются разные группы растений, которые активно накапливают в своем теле различные тяжелые металлы. Прежде всего используют растения, так называемые аккумуляторы. В основном используются растения бобовые, используются растения крестоцветные, которые очень активно накапливают в своем теле тяжелые металлы. И таким образом за счет фитомелиорации мы можем снизить содержание загрязнителей в почве. Также может быть осуществлен перевод более подвижных соединений металла в состав менее подвижных за счет регулирования показателя pH. Например, внесение извести или подобных компонентов. Также могут быть применены процессы разбавления, использования различных сорбентов или незагрязненной почвы, перемешивания или каких-то других компонентов, торфопесчаной смеси, которые будут разбавлять нашу загрязненную почву. Также мы можем применять меры повышения сопротивляемости загрязнению сельскохозяйственных растений для того, чтобы они могли себя ощущать в этой загрязненной почве комфортно. А также с целью стимулирования микробного сообщества, который позволит за счет микробиологических процессов осуществить биохимические превращения. То есть необходимо внесение удобрений или оптимизации условий выращивания. Итак, наша лекция подошла к концу. Сегодня мы узнали критерии отнесения элементов к тяжелым металлам. Поговорили, какие бывают металлы незаменимые, какие концентрации относятся к токсичным, какие способы оценки содержания тяжелых металлов в окружающей среде, какие показатели состояния загрязненных почв используются, как трансформируются тяжелые металлы в почве и других средах, и как очистить почву от тяжелых металлов. Я благодарю вас за внимание, и мы встретимся на следующей лекции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!